Большие окна, наполненные светом помещения. Детский сад на 140 мест возводит компания Векострой в рамках комплексной застройки микрорайона Гагаринский. В учреждении уже приступили к отделочным работам. Приличный застройщик и прилично строит детское зашкольное учреждение. Соответственно, умный застройщик в зимний период для того, чтобы уменьшить затраты на строительство детского садика, он приостановил работы и, соответственно, весной будет их продолжать. По плану он должен сдать этот детский садик в втором квартале 2017 года. Уверен, что это произойдет. Организация парковочного пространства также стала еще одной темой выездного совещания Алексея Валова. Работу в данном направлении необходимо усилить, отметил исполняющий обязанности руководителя администрации. Уверен, что в этом году мы создадим достаточное парковочное пространство, чтобы жители увидели эту работу и почувствовали на себе, что есть возможность припарковать машину в тех местах, где наиболее по логистике они востребованы. Это пристационные площадки, внутридворовые территории, наши общественные зоны. На контроле и вывоз снега с улицы дорог города. Выпавшие снежные осадки дорожная техника вывозит на снегосвалку. Здесь должен вестись контроль за качеством и количеством вывезенного снега. Однако проверка показала, такой учет не ведется. Более того, на месте не удалось обнаружить ни одного специалиста. Снег должен был возиться сюда чистый. А мы понимаем, что там бытовой мусор, тут бытовой мусор. Значит, здесь эта схема наша по контролю за работой снегосвалки не работает. Сегодня будут приняты меры. Меры отношения лиц, которые ответственны за снегосвалку. В завершении на муниципальное предприятие дороги и транспорт. В его автопарке 24 единицы техники. Однако большинство машин почему-то не на линии, а в гараже. Необходимо провести оптимизацию работы предприятия. Стоехал сейчас внезапно и увидел, что руководитель не на своем месте. Дело в том, что управление предприятием – это непрерывный процесс, который заключается в непрерывном поддержании в исправном состоянии техники и в опрятном содержании профессионального состава обслуживающего. Я это не увидел. Поэтому и принял такое решение. Предприятие будет оптимизировано. Соответственно, все изменения в его работу будут дополнены.